Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Окончание предвыборной кампании для кандидатов в парламент Западной Армении. Президент Армен Саркисян считает сферзадачей сделать Армению привлекательной для инвесторов страной. В Джавахке должна быть создана отдельная епархия армянской церкви. Бакоса Акиан поздравил союз родственников без вести пропавших воинов-освободителей Арцаха с 20-летия. Участники детского песенного коллектива Генеральной Ассамблеи Армении провели концерт в сирийском городе Камышлы. Мэр французского города Сент-Этиен внес в черный список МИД Азербайджана. Шойгу встретился с Бултоном в Москве. Осенняя сказка Дерсима. Вчера вечером под председательством председателя Национального Совета Армении Арменака Абрамяна с участием председателя избирательной комиссии Авана Донакяна, премьер-министра Западной Армении Гарника Саркисяна и членов Национального совета и правительства прошло заседание, которое определило дату окончания предвыборной кампании для кандидатов в парламент Западной Армении 30 октября 2018 года. Избирательная комиссия, основываясь на Конституцию, избирательный кодекс Западной Армении постановила утвердить список из 77 кандидатов, выдвинутых избирательной комиссией. В период с 22 ноября по 30 ноября 2018 года этот список будет поставлен на голосование. Голосование будет тайным и на нескольких языках, предназначенных для этой цели, и будет распространяться через наши веб-сайты и социальные сети. Результаты выборов будут представлены гражданам Западной Армении по указу президента с 8 октября по 31 декабря 2018 года. Президент Республики Армении Армен Саркисян с 22 по 25 октября отправился с рабочим визитом в Швейцарскую конфедерацию. Президент в Женеве примет участие в 6-м всемирном инвестиционном форуме, который с периодичностью раз в два года организует конференция ООН по торговле и развитию. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связан с общественностью президента Армении. В рамках рабочего визита президент Армении Армен Саркисян с супругой посетили головное предприятие компании Франк Мюллер, где встретились с президентом компании, известным швейцарским бизнесменом и филантропом армянского происхождения Вартаном Сармакешем. В его сопровождении президент Армении с супругой обошли территорию предприятия выставки, ознакомились с программами развития компании. Армен Саркисян высоко оценил вклад, сделанный Вартаном Сармакешем в развитии экономики Армении, а также осуществляемые им в Армении Арцахи программы. Вартан Сармакеш в свою очередь сказал, что он и его сыновья готовы расширить свое участие в подобных программах. Армен Саркисян отметил, что считает сверхзадачей сделать Армению привлекательной для инвесторов страной. Он отметил важность связи молодежи и диаспоры с Арменией, участие молодежи в программах развития Армении. В этом году форум World Investment Forum 20 проводится под девизом «Инвестиции во имя устойчивого развития». До открытия форума президент Армении Армен Саркисян провел краткую беседу с президентом швейцарской конфедеранции Аланом Берсе, с которым встречался недавно на саммите в Франкофоне в Ереване. Армен Саркисян выступит на организованном в рамках форуму саммите мировых лидеров. Президент Армен Саркисян в Женеве также примет участие в открытии 20-й ежегодной сессии авторитетного международного форума «Важнейшие вопросы, связанные с безопасностью». Идея создания отдельной епархии в Джавахке не новая. Эта идея обсуждалась со времен архиепископа Карапета Багратуни, когда временная грузино-армянская епархия была перенесена в Джавахк. В настоящее время идея формирования отдельной епархии в Джавахке также постоянно обсуждается на разных уровнях. Подобно армянскому обществу, в Самцхе Джавахете ряд неправительственных организаций и интеллектуалов постоянно поднимали этот вопрос во встречах с католикосом и главой епархии Армянской апостольской церкви в Грузии. Формирование отдельной епархии в Самцхе Джавахете положительно повлияет на прихожан Армянской апостольской церкви и будет способствовать решению ряда вопросов, накопленных на протяжении многих лет. Сегодня в Самцхе Джавахете работают пять или шесть священнослужителей, но в Ахалкалаке насчитывается более 60 армянских апостольских деревень. В Нинацминде около трех десятков деревень и более десятков в Ахалцхехе. В целом в Самцхе Джавахете живет почти 100 тысяч верующих Армянской апостольской церкви и служит им только шесть священнослужителей. Президент Республики Арцах Бакоса Акян направил поздравительное послание в связи с 20-летием деятельности общественной организации Союз родственников без вести пропавших воинов-освободителей Республики Арцах. Как сообщает пресс-служба президента Арцаха в послании говорится, дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 20-летие деятельности общественной организации Союз родственников без вести пропавших воинов-освободителей Республики Арцах. Отмечаем с глубокими чувствами. Прежде всего мы преисполнены болью и горем за тех, кто без сегодня не находится рядом с нами, за тех, кто ни секунды не раздумывая встал на защиту Отечества и родного народа и был причислен к ряду пропавших без вести. Своей ежедневной кропотливой работой, деятельностью по благоустройству и развитию Родины вы достойно продолжаете незавершенное дело ваших сыновей, братьев и мужей. Во многом содействуете государственному строительству Арцаха, решению различных вопросов и проблем нашей страны. Мы благодарны вам за все это и гордимся тем, что вы смогли найти в себе силы расправить поникшие под тяжестью горе плечи, консолидироваться и вместе совместными усилиями продолжать жизнь и созидать ради развития и процветания свободного и независимого Арцаха. Желаю всем вам мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей патриотической деятельности. Участники детского песенного коллектива Генеральной Ассамблеи Армении провели концерт в сирийском городе Камышлы, провинция Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в данный момент в республике. Цель мероприятия – показать сплоченность армянской общины с сирийским народом, перенесшим множество невзгод. Последние три дня в рамках мероприятия в Хасаке были показаны театральные представления, прошли также различные развлекательные конкурсы при участии активистов социальной и культурной сферы сирийского города Камышлы. Одним из самых запоминающихся моментов праздника было выступление волонтеров Ассоциации Альбар. Мэр французского города Сент-Этьен Гайль Педрио внесет в черный список МИД Азербайджана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД Азербайджанской республики. Напомним, что накануне между городом Шуши, Республики Арцах и французским городом Сент-Этьен была подписана декларация о дружбе. Церемония подписания состоялась в мэрии города Шуши. Декларацию подписали мэр города Шуши, Артфик Саркисян и мэр города Сент-Этьен, член круга дружбы Франции Арцах Гайль Педрио. На торжественной церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел Республики Арцах Масий Смаэльян и бывший руководитель круга дружбы Франции Арцах, бывший депутат Национального собрания Франции Франсуа Ружбуан. Сегодня аналогичный документ был подписан между общиной Шехер-Мартунинского района Арцаха и муниципалитетом французского Арнувиля. Декларацию о дружбе подписали глава шехерской общины Махитарь Манагасалян и мэр города Арнувиль Паскаль Дол. Двусторонний диалог России-США постепенно восстанавливается, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Рад приветствовать вас в Министерстве обороны России. У вас достаточно наша сыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений, сказал министр, открывая переговоры с Болтоном. По мнению главы Минобороны, налаживанию диалога между странами способствовала встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия, отметил Шойгу. Министр добавил, что сегодня в мире огромное количество проблем, которые Москва и Вашингтон могли бы решать совместными усилиями. Село Салордек в Дерсиме окуталось в осенней краске. Люди отмечают, что село скрытый рай. С октября по ноябрь село под пристальным взглядом объектива фотографов. Один из посетителей не имеет. Алан отмечает, что до этого места никогда не видел такой красоты. Природа Дерсима имеет свой необыкновенный вид. Природа села Салордек чудесна. Краски природы чаруют тебя, говорит он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение муссолерского лорке «Хамшенский цапник» в исполнении ансамбля «Маратык». «Хамшенский цапник» в исполнении ансамбля «Хамшенский цапник» в исполнении ансамбля «Хамшенский цапник». Субтитры делал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!